Больше знаешь, меньше нарушаешь. В столице Ненецкого округа прошел первый в истории фестиваль детского творчества «Дорога безопасности». И у них пешеходов собрали в зале культурно-делового центра, чтобы еще раз рассказать правила ПДД. Причем не совсем обычным образом. Жизненные советы ребятам представили в стихах, песнях и небольших сценках. Было интересно и познавательно, уверяет мой коллега Олег Хатанзейский, который вместе с детьми прослушал творческий курс лекций. Фестивальный поезд отправляется в путешествие. Объявляются сцены ведущие программы. Ребята покрепче усаживаются на свои места. Теперь они готовы к незабываемой поездке в мир правил дорожного движения. Первая остановка всего через несколько минут. Впрочем, высаживаться не обязательно. Все и так прекрасно видно и, конечно же, слышно. Со сцены звучат стихи в исполнении детей из летнего лагеря школы номер три. Заметьте, это маленькие дети. За детей в ответе я. Нет главнее меня, друзья. Дорожные знаки, регулировщики и красочные слайды. Для этих ребят обычный курс лекций ПДД превратился в волшебную сказку. Познавать правила дорожного движения школьникам еще никогда не было так интересно. Они с азартом смотрят, что происходит на сцене, а главное, запоминают важные советы, которые обязательно пригодятся в жизни каждому пешеходу. Разный цвет, я сейчас желтый цвет, подожди, желтый, можно. Первый фестиваль дорожного движения посвятили творчеству. Участники школьных площадок рассказывают стихи, поют песни и показывают различные сцены. Вот на сцене сейчас школа номер пять, к выходу готовится школа ДТТ. В принципе, можно пожелать им удачи. Фестиваль детского творчества в Ненецком округе раньше никогда не проводился. Это первые опыты, кажется, удачные. Теперь юные пешеходы знают точно, где переходить дорогу можно, а где нельзя. И к чему могут привести нарушения ПДД. Это лучше, чтобы не попасть в аварии. Ну или чтобы у нас не было трамп всяких. Объясняют, что нельзя без... Когда машина едет, нельзя выбегать на дорогу. А только когда машина остановится, можно уже идти. И нельзя перебегать на красный цвет. Кстати, в качестве организаторов первого необычного фестиваля выступили Ненецкий региональный центр развития образования, а также управление госавтоинспекцией. Праздник посетил и главный дорожный инспектор по Ненецкому округу Александр Стрипетилов. Пожелаем детям перед летними каникулами безопасных дорог. А уже в это воскресенье наши юные знатоки дорожного движения отправятся в Москву. Там они представят наш округ на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». В команде четыре человека, все они из разных школ. Чтобы попасть в сборную, им нужно было пройти через жесткий отбор, ведь задача делегации, между прочим, серьезная. Участники команды намерены попасть в десятку лучших по стране. Готовили в первой школе в автоклассе. По вождению мы занимались на пятой школе. Сам фестиваль, уверяют организаторы, теперь будет проходить регулярно. Ребята получили не только новые и ценные знания, но и, конечно же, отличное настроение. Олег Танзейский и Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север».